Продолжаем изучать векторы и матрицы. Продолжаем изучать векторы. Отображение F из пространства RN рассматривается отображение. И мы читаем, обладающие некоторыми специальными свойствами. Я сейчас напишу два свойства. Если отображение ими обладает, оно называется линейным. Так вот, мы сейчас будем изучать линейное отображение из RN в RM. То есть, такое отображение называется линейным. Если выполняются два свойства. Для любых векторов U и U с волной из пространства RN. Применяем, применяя F в сумме U плюс у с волной, мы получаем вот такую сумму. И второе свойство для любого вектора из RN. И любого вещественного числа лямбда. Имеем такое крайне слово. F, примененное к лямбда U, равно лямбда умножить на F. И так, если наше отображение удовлетворяет вот этим двум свойствам, то оно называется линейным. Или можно говорить, в этом случае оно является линейным. Давайте сразу примеры рассмотрим. Пример первый, очень простой. Пусть у нас M и R равны 1. И мы рассмотрим, какое отображение из RB. У нас RN, простанство RN в случае, когда N равно 1, это просто R. Так ведь? Так вот, мы рассматриваем следующее отображение. F от U равно, допустим, 7 умножить на U. Такое вот отображение из RB. Давайте для тренировки проверим, что оно линейно. F от U плюс U с волной. Равно согласно определению 7 умножить на U плюс U с волной. F от U с волной. Поскольку здесь U и U с волной это вещественные числа. По свойству умножения, не 7 U плюс 7 U с волной. А это, согласно определению отображения F, равно F от U плюс F от U с волной. И, соответственно, мы рассмотрим. Так что первое свойство выполняется. И второе свойство. Теперь мы применим, проверяем второе свойство. Применяем F к лямбе до U. Получаем 7 умножить на U. Это, по-прежнему у нас все это вещественные числа. Умножение коммутативно. Можно лямбда вынести вперед. Лямбда на 7 на U, а это равно лямбда умножить на F. Очень простая, но поучительная проверка. Действительно, оба свойства выполняются. А как мы перешли от F лямбда U равно 7 лямбда U? Значит, смотрите, что у нас по определению для любого F от U равно 7 умножить на U. То есть наше отображение берет вектор любой и умножает его на 7. Ну вот, значит, здесь в качестве вектора взято число лямбда U. Значит, наше отображение умножает его на 7. Хорошо. Все. Проверили. Ну, значит, я здесь число 7, как вы понимаете, я просто наугад выбрал. Можно было любое число взять. Например, 2 для любого числа C мы зафиксируем число C. И рассмотрим такое вот отображение F C из R в R. Оно у нас, применяя F C вектор U, мы получаем C умножить на U. Какое вот отображение? Оно тоже линии. Оно проверяется полностью аналогично тому, что мы сделали, в случае C равно 7. Давайте более интересный пример. А F U равно 7 O. То есть откуда мы взяли, что F U равно 7 O? Просто? Это по определению. Значит, мы, итак, давайте вот этот первый пример. Я хочу, чтобы все полностью поняли первый пример. Мы, итак, вот общее определение. В первом примере я рассматриваю случай, когда M равно N равно 1. Значит, отображение из R в R. Я должен его задать. Какое я беру отображение? Вот оно. Я, применяя F к вектору U, по определению я получаю 7 U. Такое вот. Это наше отображение. Определение, это его определение написано. И дальше я его, я проверяю для него свойства. Первое и второе. Применяю к векторам. Вот. Вот. Вот здесь определение. То есть, применяя F к любому вектору, я просто умножаю вектор на 7. Значит, а здесь, соответственно, я применяю F к вот этой сумме. Согласно определению F я всю сумму умножаю на 7. Дальше я преобразую вот так. А дальше я замечаю, что 7 умножить на U равно F от U. А 7 умножить на U словное равно F от U словной. И таким образом, вот это свойство замечательное мы получаем. Ну и второе свойство я также проверил. Вот. Дальше, значит, здесь я семерку рассмотрел для полной наглядности. А теперь семерку заменяю на любое фиксированное число C. Здесь число C фиксировано. И для данного C я рассматриваю отображение FC. Оно из R в R. И опять же, применяя, значит, к вектору U, это отображение мы просто умножаем вектор U на число C. Точно так, что появляется. А, ну что, оно линейно. Линейно? Ну, посмотрите. Здесь мы сделали случай, когда C равно 7. Так. А здесь C произвольно. Но все рассуждение работает. Вот. Хорошо. Дальше. От простого к более интересному. Мы теперь рассмотрим матрицу. отображение. Размера для начала 2 на 3. Вот. И мы, по матрице этой, мы построим такое отображение. FA. Это будет отображение из R3 в R2. Как оно действует? Мы, значит, делаем следующее. Мы берем вектор U. Вектор U из R3. Мы берем и мы его записываем как столбец. Вот. Это произвольный вектор из R3. И теперь я должен определить, что такое отображение FA, примененное к этому вектору U. И определю я его так. Значит, я умножу матрицу A на вектор столбец U. Смотрите. Давайте вспомним правило умножения матриц. И хотя для начала поймем, какое вот это произведение. Вначале убедимся, что оно определено. А потом поймем, какое оно имеет размер, как матрица. Смотрите. У нас здесь стоит произведение матрицы. Это произведение двух матриц. A, матрица A и матрица U. Матрица A имеет размер 2 на 3. А вот это вектор U, как столбец. Если его считать матрицей, какой она размер имеет? Три на один. Три на один. Три на один. Условие, когда вот это произведение определено. Если количество столбцов здесь равно количеству строк здесь. Выполняется. Да. Отлично. Значит, это произведение определено. Какое будет, это произведение является матрицей. Какого размера? 2 на 2. Нет. 2 на 1, да? 2 на 1. Вот это, пожалуйста. Сейчас я прошу всех открыть. Я вам предлагал на второй паре повторить то, что мы уже изучили. Прошу вас открыть операцию умножения матриц и убедиться, что... Смотрите. У нас вот эта матрица имеет размер... Матрица имеет размер 2 на 3, а эта матрица имеет размер 3 на 1. Таким образом, смотрите, во-первых, здесь тройка и здесь тройка, поэтому произведение определено. То есть этот размер равен вот этому. Количество столбцов здесь равно количеству строк здесь, поэтому произведение определено. И дальше, чтобы, значит, размер результата, он очень просто является. Вот эта тройка, тройка здесь, тройка здесь, ее убираем. Остается 2 на 1, значит, все. Вся вот эта матрица имеет размер 2 на 1. Тройка здесь, тройка здесь обеспечивает нам тот факт, что произведение определено. А чтобы понять размер этого произведения, мы тройку убираем. Вот, значит, давайте подробно напишем это произведение. Пишем матрицу А. Умножаем ее на вектор У. Получится матрица размера 2 на 1, значит, у нее два элемента. У нее есть элемент, эта матрица имеет размер 2 на 1, значит, это столбец. У столбца есть верхний элемент и столбец высоты 2, то есть у него есть верхний элемент и нижний элемент. Как вычислить верхний первый элемент этого столбца? Нужно, согласно правилу, которое я прошу всех вспомнить, нужно первую строку умножить на этот единственный столбец. И получится первый элемент результата. Пишем, умножаем первую строку на этот единственный столбец. Вроде бы так. Да. Дальше у этого столбца, столбец имеет высоту 2, у него есть нижний элемент, второй элемент. Чтобы вычислить второй элемент, нужно вторую строку матрицы умножить на этот единственный столбец. И получатся следующие. Вот. Замечательно. Отобрать, значит, это вектор, это матрица размера 2 на 1, то есть можно считать, что это вектор столбец из пространства R2. И, значит, действительно, смотрите, мы хотим, мы хотим, отображение FA, я утверждаю, что оно действует из R3 в R2. Действительно, значит, вот я написал, применяя отображение FA к вектору из R3, мы получаем, вот мы по определению берем вот это произведение, я его вычислил, и это произведение действительно принадлежит R2. То есть, да, наше отображение действует из R3 в R2. Предлагаю вам самостоятельно дома проверить, что оно линейно. Можно вопрос? Мы смотрим размерность, получается, пространства, R2 это пространство? Еще раз. Что, R2 и R3 это пространство? Мы смотрим размерность пространства по количеству строк или столбца? Нет, ну смотри, пространство Rn, в нем вектор это набор, один вектор это набор из n чисел, но его можно записывать либо как строку, либо как столбец, как удобно. В разных задачах удобно рассматривать либо строки, либо столбцы. Здесь я рассмотрел столбцы. Здесь я рассмотрел столбцы. В какой-то другой задаче я рассмотрю строки. То есть, в принципе, для полной точности надо бы, конечно, когда мы смотрим на пространство Rn, по идее надо бы писать, что мы рассматриваем Rn как пространство столбцов или как пространство строк. Но вообще для упрощения обозначений всегда пишут просто Rn и говорят словами, что столбцы либо строки. Сейчас вот строки, сейчас здесь столбцы использовали, скоро будут и строки. Можно вопрос? Да. А вот у нас включается линейная функция, это не линейное отображение? Линейная функция, вот это, вот пример линейной функции. Но, значит, обратите внимание, что она, наша функция 0 переводит в 0. Что такое линейная функция? Есть разные мнения. Некоторые говорят, что, например, вот такая функция G из R в R, допустим, G от Q равно 5Q плюс, допустим, 3. Как вы считаете, вы бы назвали эту функцию линейной? Давайте проверим. Она, значит, во-первых, она не является линейным отображением в этом смысле. Поэтому на наших занятиях эта функция не линейная, не является линейной. Но, значит, в классических учебниках мат-анализа такие функции иногда называют линейными. В учебниках по алгебре никогда вроде бы не называют, и это хорошо. А в мат-анализе иногда, значит, старая школа говорит, что такие функции тоже мы считаем линейными. Значит, а вот это я вас предупреждаю, что кто-нибудь скажет вам, что такая функция, она, конечно, линейна, но нет. У нас, значит, у нас вот строгое определение, и вот эта функция не является линейной именно из-за того, что мы тут вот плюс 3 делаем. Потому что, обратите внимание, оно, значит, линейное отображение, оно 0 переводит в 0 обязательно. Почему это так? Если мы возьмем, значит, если мы возьмем нулевой вектор U и нулевое число лямбда, что получится? Тогда мы, значит, F берем 0, но в качестве U берем нулевой вектор, в качестве лямбда берем 0, тогда здесь стоит 0. Применяем F к нулевому вектору и получаем 0, умноженный на что-то. Уже не важно, чему равно я хвату, главное, что мы умножаем на 0, значит, результат будет 0. Таким образом, любое линейное отображение 0 переводит в 0, согласно этому определению, которое является стандартным. Поэтому вот это отображение не является линейным. И если там кто-то вам скажет, что это функция линейная, вы скажите, в алгебраическом смысле нет. А если бы у нас был вектор-столбец U из четырех элементов, мы бы не смогли применить это отображение? А вот сейчас я скажу, что делать для вектора-столбца любой высоты. Нет, я имею в виду, если бы у нас вектор-столбец был из четырех элементов, а... Матрица, значит, количество, чтобы вот это произведение должно быть определено, а для этого количество столбцов в матрице A должно быть равно количеству строк в векторе. Обязательно. Обязательно. А если они не будут равны, мы не сможем применить это? Не сможем. Окей. Вот, у меня вопрос. Да. А это того, может быть, а равно всегда 7 умножить на U? Вот, я... Это пример. Это я один пример рассмотрел. А вот другой пример. А вот уже третий пример. Пример... В линейках отображений очень много разных. Это был... Это был пример один. Это пример два. Это пример три. В первом примере я фату равно 7U. А во втором примере уже нет. А в третьем примере тем более нет. Так что... Это я начал с самого простого. Ну, как обычно, значит. Когда вводится новое понятие, уместно его иллюстрировать примерами, начиная с самых простых. Вот. Это не... Это не является линейным отображением. Его стираем. А, значит. А вот это я вам очень рекомендую проверить аккуратненько, что оно таки является линейным отображением. Что... Как это проверить? Нужно взять, значит, проверить, допустим, первое свойство. Как проверить? Нужно взять U. Вот. Ну, проверяем первое, допустим, свойство. Берем вектор U. Значит, столбец вот такой. U с волной. Значит, тоже столбец. Его компоненты обозначим U и T с волной. То есть U1 с волной, U2 с волной, U3 с волной. Так. И теперь применяем FA, наше отображение, к сумме U плюс U с волной. Это, получается, равно наша матрица А, умноженная на сумму U плюс U с волной. И давайте, значит, напишем подробно матрицу. Это я написал матрица, а теперь сумму, сумму вот этих векторов U и U с волной. Как она будет выглядеть? Что это вообще будет? Это вектор столбец. Да. Каждый ряд вектора соответствует сумме. Да. Значит, я должен эти два столбца сложить. Значит, получается вот такой вот столбец. И, значит, вот это произведение вы уже сможете вычислить. Вы уже, у вас уже опыт есть, как умножать матрицу на матрицу и, в частности, матрицу на столбец. И нужно проверить, что это равно FA от U плюс FA от U с волной. В общем, смотрите, значит, окажется, когда вы аккуратненько напишите, что это равно следующей сумме A умножить на Q плюс A умножить на Q с волной. Смотрите. Итак, вот я тут подробно пишу, что такое FA, примененное к сумме U плюс U с волной. Написал я матрицу и столбец. Вы можете их перемножить. Так. И я утверждаю, что получится некоторый столбец у вас, когда вы перемножите. Я утверждаю, что полученный столбец окажется равным вот этой сумме. Вот эту сумму вы тоже вычислить можете. Что такое A умножить на U мы уже вычислили. И вам еще надо вычислить A умножить на U с волной. Аналогично. И дальше их сложить. Вот это знаем, вот это вычислите. Дальше их сложите. И окажется, что сумма равна в точности произведению вот этой матрицы на вот этот столбец. То есть, здесь действительно равенство. А это здесь как раз FA2 плюс FA на пульс волной. Так что, это вот будет такая проверка первого свойства. Ну и второе аналогично самостоятельной проверки. Это пример 3, он такой фундаментальный. Потому что вот тут я рассмотрел конкретную матрицу. Там числа 3 и 2. Небольшие числа. Все явно написано. Но этот пример 3 содержит очень важную идею. Которую сейчас мы очевидным образом обобщим. Мы рассмотрим теперь пример 4. Мы рассмотрим матрицу размера N на N. Для произвольных M и N. Матрица. Матрица. Всегда первое число говорит. Первое число есть число строк. Второе число есть число столбцов. У нас здесь M строк и N столбцов. Вот такая матрица. И я, используя эту матрицу, я построю отображение FA из пространства РН в пространство РН. Такое вот у нас будет. Значит, нужно нам что сделать? Нужно определить его. Мы берем вектор столбец у высоты N. Это, значит, элемент пространства. Вектор и вектор из РН. Здесь мы по-прежнему рассматриваем векторы столбцы. Вот у нас произвольный вектор из РН, записанный как столбец. Ну и нужно нам определить, что такое FA, примененное к этому вектору. Мы должны уметь применить отображение FA к любому вектору из РН и в результате получить вектор из РМ. Как вы считаете, что я должен написать? Значит, хочу я отображение из РН в РМ. И вот на доске что-то и какие-то данные имею. И тут вот неспроста я написал индекс А. Значит, матрица А нам дана, имеющая размер M на N. В этой матрице M строк. Вот первое, я написал первую строку и строку номер M. Всего M строк и N столбцов. Значит, и я говорю, что имея такую матрицу, я построю изображение FA из РН в РМ. Получается умножаем А на У. Да. Такая вот строй формула. Матрицу по этой матрице. Это у нас... Давайте размер вот этого произведения вычисним размер. То есть наша матрица имеет размер M на N. Вектор U как столбец, какой размер имени, если его считать матрицей, это будет M на 1. Снова видим, что количество матрицы А, количество столбцов равно количеству строк в этой матрице. Значит, произведение определено. М на 1. И результат произведения, какой будет иметь размер. М на 1. Вот это число мы убираем. Число N убираем. Остается M на 1. То есть вектор. Получается вектор столбец высоты N. Значит, да. Это значит тут. Приходит элемент из R. Ну, формулу сами напишите. Как это будет, как произведение матриц этих двух, как будет выглядеть. Формула будет очень похожа на эту. Надеюсь, уже понятно, как ее написать, пользуясь правилом умножения матриц. Извини. И отображение тоже в линейной. Почему мы перемножаем матрицы? Я знаю, как перемножать, но мы не понимаем, зачем. Вопрос философский, да. Я говорю, это пример линейного отображения. Если нам дана матрица А, фиксированная, дана нам. Вот мы изучали какую-то задачу, допустим, из физики, да, и получили матрицу А. И, значит, мы знаем, что имея матрицу А, мы можем построить вот такое линейное отображение FA из RN в RM. Оказывается, это полезным во многих задачах, и скоро увидим задачи, где это полезно. А двоеточие равно это как можно интерпретировать? Двоеточие равно по определению. А, по определению. Программирование тоже вроде часто используется. Ну, не в нашем, а где просто? На Pascal. Ну, на Pascal. Ну, в общем, вот этот значок, значит, определение. Мы не знали, что такое А от У. А вот это, значит, левая часть, это новый объект, левая часть. И вот этот значок говорит, что мы определяем здесь, что такое левая часть. Все, спасибо. Супер. Все. Это, значит, мы, я вот написал, да, я дал много примеров линейных отображений, а теперь мы, сейчас, еще один пример, связанный с тем, что мы уже изучали, а именно следующее. Возьмем, мы рассмотрим вот такое отображение F из R2 в R2. И теперь я, вот теперь я буду, хочу векторы писать как строки, имею право. Такой вот вектор берем любой произвольный из R2. И как же, какое же у меня будет отображение. Отображение следующее. F, примененное к вектору U, равно определителю матрицы, вот такой, U1, U2, а здесь, например, 5C. А, то есть F, R2, U, это какое-то условие отображения. Я, итак, я, еще раз, что я делаю? Я хочу, я хочу определить, я хочу просмотреть новый пример, я хочу определить отображение из R2 в R2. Я его определяю. Что я должен сделать? Я должен, я должен взять любой вектор U, и я должен определить, что такое F2. А, извините, не R2, а V. V R1. А-а-а-а. Напутал, да. Там и R2, V R, конечно, да. Вот. Значит, давайте вычислим. Этот определитель чему равен. Нужно левый угол, левый верхний угол умножить на правый нижний. 7U1. 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 Плюс 5U2. Минус. 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 Минус 5U2. Вот. Это уже элемент, это число из R. Так что отображение действительно из R2 в R. Проверьте сами, что это отображение линейное. Проверка будет очень похожа на то, что мы делали здесь. Здесь, смотрите, здесь мы умножали U на 7. Да. Потому что здесь мы имели отображение из R в R, и оно просто умножало вектор U на 7. А здесь у нас из R2 похожая, ну как-то, ситуация немножко похожая. Из R2 в R. Теперь уже вектор U имеет две компоненты. И мы, значит, что-то делаем с этими компонентами. Первую компоненту мы берем U1 умножаем на 7, U2 умножаем на 5 и берем эту разность. Получаем вещественное число. Проверьте сами, что это отображение линейное. А можем сделать? Да. Редак небольшой можем сделать? В туалет. Хорошо. Сколько... Ага. Продолжаем. 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 Тут я писал ответ на некоторый вопрос. Пока. Ну, для тех, кто интересуется, можно посмотреть, что здесь написано. Но пока это не обязательно. А вы можете не стирать потом? Ну, хотя, ну давайте я в двух словах смотреть, значит. Я, имея матрицу А, я определил отображение ФА из РН в РН, и оно действует на векторах столбца. Да? Да. А можно, оказывается, имея ту же самую матрицу А, можно определить еще одно линейное отображение из РН в РН, и оно будет действовать на строках. На векторах строках. Ага. И вот его определение. А, здесь же имеется порядок, не имеет значения. Да. Ну, да, давайте, хороший все-таки, да, пример, давайте его тоже запишем. Вот отображение ЖА из РН в РН, и здесь уже рассматриваю вектор и строки, так вот оно определено. Вот ЖА, примененное к строке W, есть произведение W умножить на А. А, тут написано проверка, что размеры подходящие. W имеет размер 1 на М, А имеет размер М на Н. Значит, количество столбцов в W равно количеству строк в А в матрице А, значит произведение определено. и какой, каким будет это произведение, какой оно будет иметь размер. Мы вот это число М, М здесь, М здесь, убираем, остается 1Н, 1 на Н. Правило очень простое. То есть, значит, это будет строка. Ну, давайте сделаем случай, когда, допустим, напишем эту строку, когда у нас А вот такая. Пусть у нас М равно Н равно В. Тогда, значит, W есть вот такое. И что тогда ЖА от W? ЖА от W, это есть такое произведение. Должна получиться, что результат будет матрицей какого размера. 1 на 2, то есть должна получиться строка длины 2. В этой строке 2 элемента. Итак, у нас получится строка длины 2. И первый элемент строки как вычислить? Первый элемент. Сложить по столбцу. Нужно, значит, нужно, чтобы выйти, когда мы усилием произведение матовых адрес, обязательно умножаем какую-то строку на какой-то столбец. Результатом мы, вот здесь строка единственная, здесь одна строка, здесь два столбца. Может, тогда надо В1 умноженное на А11. То есть, скажите мне, вот эту строку мы умножаем, если мы можем эту строку умножить для начала на первый столбец. И тогда получится что? Тогда получится первый элемент этой строки. Да, и сложить так, да? Вначале, итак, мы умножаем вот эту строку, мы умножаем на этот столбец. И результатом будет, умножив строку на столбец, мы получаем некоторую сумму. Ищем эту сумму. Куполевая 1 на А11 плюс... Куполевая 2 на А21. Это, значит, первый элемент нашей строки. Так. Значит, мы умножили вот эту строку на вот этот столбец и получили первый элемент нашей строки. А второй... А теперь умножаем эту строку на второй столбец. Куполевая 1 на А12 плюс... Куполевая 2 на А22. Это, получается, второй элемент нашей строки. Вот у нас получилась матрица размера 1 на 2. И, значит, она, эта вот самая матрика, эта штука лежит в Р2. У нас отображение... ГА из Р2 в Р2. И здесь уже векторы рассматриваются как столбец. Хороший пример. Но, все-таки, учтите, что вот такое отображение используется гораздо чаще. Но полезно и это тоже. Ладно. Возвращаемся к примеру 5. Здесь, в примере 5, что я сделал. Я рассмотрел отображение R2... Отображение из R2 в R. Оно вот действует так. Так, мы берем строку. Строку берем. Длины 2. Мы пишем эту строку как первую строку матрицы размера 2 на 2. А вторую строку... Я здесь написал числа 5, 7. Но я мог бы любые числа написать, да? Ну, если надо написать U1 или U2? Ну, нет, числа надо как фиксированные. Я мог бы написать 15, 17. Или там 140, 230. Но конкретные числа. А потому что мы выйдем U2? Потому что мы хотим, чтобы линейно было. Да. Если я здесь напишу U1, то уже получится нелинейная формула. А вот определением изображения может быть любое выражение, не только определитель, но и... Любое. Мы много уже примеров ранее посмотрели. И не только определитель, конечно. А может быть... Сейчас. Как вот элемент Rn это может быть лекарство, а лекарство вес? Да, да. В разных задачах иногда бывает удобно как строки рассматривать, иногда столкцы. Вы сами очень вам рекомендую проверить, что это отображение действительно линейно. И, значит, то, что оно линейно, это следует из общего такого факта, который кратко можно сформулировать так. Так. Определитель... ...линеен... ...по первой строке. ...по первой строке. ...по первой строке. Да. Даже для конкретности. Определитель порядка 2 я тут использую. Определитель... ...определитель порядка 2. Напомню, определитель порядка n это определитель матрицы размера n на n. ...по первой строке. Вот я написал это свойство. Что это значит? Смотрите, что я сделал. Во второй строке я написал конкретные числа, фиксированные конкретные числа написаны во второй строке, а в первой строке написан произвольный вектор. И вот тогда у нас, если такая подобная формула, вторая строка у нас зафиксирована, там какие-то числа стоят, а в первой строке пишем произвольный вектор, и тогда мы имеем отображение из r2 в r, и оно оказывается линейным. Так вот, значит, это свойство принято писать так. Определитель порядка 2 линеен по первой строке. Доказывать это самим? Ну, то и проверить. Вот я написал форму проверки. Рекомендую вам один раз сделать подробную проверку, и вы увидите, что она простая, но у вас отложится, как это делать, и у вас будет гораздо больше опыта обращения с линейными отображениями. Рекомендую вам дома проделать эту проверку. А, как выбрать эти свойства? Да, вот проверить два свойства. Аккуратненько оба свойства проверить. Как уж то определить порядка 2 линеен по первой строке? Ну, значит, это мы для начала такой очень конкретный пример рассмотрели, а сейчас мы поймем, что на самом деле определитель порядка n линеен по любой строке и по любому столбцу. Мы будем продвигаться к этому. А если мы начинаем, то вот с примером, что мы опять, в пример опять, под душу, вот, от движения дней. Ну, давайте второе свойство для разнообразия проверим, да? Давайте применим f от лямбда у вычисленных. Что я должен написать? Определитель, и какую матрицу я должен написать? Лямбда у 1, лямбда у 2, так, а тут 5, 7. У нас есть свойства. А свойства есть, да, что лямбду можно вынести. Теперь второе свойство, таким образом проверить очень легко, пользуясь свойством привителя. А вот первое свойство, оно здесь поинтереснее, но его тоже можно проверить, и рекомендую вам это сделать. Ну, что есть, если прям просто взять, флок раскрыть, да, 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 да. Давайте напишем свойства. Как я сказал, на самом деле, определитель линейен по любой строке и по любому столбцу. Давайте для осознания напишем свойства, что определитель порядка 2 линейен по второй строке, например, 6. Мы теперь рассмотрим отображение, допустим, G, тоже из R2, R. Так, и мы будем подставлять вектор во вторую строку матрицы и вычисляем определитель. В первой строке напишем какие-то опять фиксированные числа. Сейчас мы проверяем линейность по второй строке. Значит, мы в первую строку должны написать какие-то конкретные числа, а во второй строке пишем произвольные вектор. Давайте вычислим. Умножаем этот угол на этот угол. Получается 6U2 минус 11U1. Снова рекомендую вам проверить, что полученное отображение линейно. Это пример такого свойства определитель порядка 2 линейен по второй строке. Ну, а теперь линейность по столовцу. Теперь мы рассмотрим отображение H и теперь будем изучать обредитель порядка 3. И определитель матрицы размера 3 на 3, и в ней мы один столбец возьмем произвольным, а два других, в двух других напишем какие-то фиксированные вещественные числа, и получится отображение откуда-куда. Из какого пространства в какое. Если я хочу написать, что прилитель порядка 3 линейен по, допустим, второму столбцу. Да. H и отображение из R3. Мы берем, теперь я хочу рассмотреть столбец. Наше отображение действует так. H, примененное U, равно определителю матрицы, в которой вот этот вектор произвольный записан во второй столбец, а в первом и третьем столбцах какие-то стоят конкретные числа. Давайте напишем, допустим, 3, 5, 7. Это первый столбец. Второй столбец произвольный вектор U. Здесь числа, там, не знаю, 6, 8, 9. Такая вот матрица. Если такие определители мы вычислять умеем, например, разложением по какой-нибудь строке или столбцу, в общем, мы уже имеем опыт вычисления определения порядка 3, можно написать явную формулу, и получится некоторое число. И если написать явную формулу, можно легко убедиться, что отображение действительно линейное. это говорит о том, что определитель порядка 3 линеен по второму столбцу. Ну и давайте теперь сформулируем общее утверждение о линейности определителя по строке или столбцу. Ну, значит, прежде чем мы будем это делать, давайте такой общий факт. Сделаем, например, 8 у нас будет. Мы рассмотрим отображение альфа, допустим. Альфа у нас будет. Мы напишем, мы возьмем число А1. А1. Зафиксируем число А1, АН из Р. А1. 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 will get裡ic. a 1. И опять, которая указана будет. Вот. И снова возьмем вектор строку. Итак, я, значит, смотрите, я выбрал числа А1, АН, они фиксированы, и, имея такой набор чисел, я хочу построить отображение ФА1, АН из РНВ. Я должен уметь применить это отображение к любому вектору У. Делаю я следующее, я, значит, у нас Н чисел А1, АН, и у этого вектора Н координат, можно их перемножить и сложить. Берем А1 умножаем на У1, плюс А2 на У2, плюс и так далее, АН на УН, и все складываем. Получается вещественный число. Такое вот отображение, оно тоже и будет. Вот, значит, это у нас пример 8. А сейчас возвращаемся к определителям. Я тут писал, что такое, что значит, определитель линеен по первой строке, линеен по второй строке, линеен по второму столбцу. Сейчас мы сформулируем общее утверждение, что определитель линеен по любой строке и любому столбцу. То, что мы сейчас сформулируем, это вам пригодится уже, наверное, на ближайшей лекции Дмитрия Валерьевича. Он там будет, либо на ближайшей лекции, либо через лекцию, он будет рассматривать площадь параллелограмма и объем параллелепипеда, параллелепипеда, причем ориентированные. Помните, я кратко говорил, что бывает классическая площадь, классический объем, которые есть не отрицательные числа, а бывают ориентированные, которые по модулю ориентированная площадь равна обычной площади, но может иметь знак минус иногда. И вот, значит, площадь обычная равна в точности определителю, там, если параллелограмм на двух векторах, объем обычный равен тоже определителю порядка 3, модулю определителя, а ориентированная площадь, ориентированный объем в точности равны определителю без модуля. И могут таким образом быть положительным или отрицательным. Это вы услышите у Дмитрия Валерьевича. И значит, а вот сейчас мы напишем, что определитель линеен по стратегии листовцу, и это говорит нам, из этого следуют некоторые свойства площади и объема. Потому что каждый определитель есть, определитель порядка 2, есть всегда ориентированная площадь некоторого параллелограмма, определитель порядка 3, есть ориентированный объем некоторого параллелограмма, А тут вот мы пишем, что они оказываются линейны по стопе или стопцу, значит, из этого следуют такие хорошие, такие интересные свойства ориентированной площади и ориентированного объема. Так что все это не просто какая-то абстракция, а имеет прямой геометрический смысл. Ну, геометрический смысл, вы надеетесь, услышите у Дмитрия Валерьевича, а мы сейчас сам алгематический факт запишем. Тарема. Здесь важная тарема, я пока формулирую ее без доказательства, докажем позже. Вообще, у нас стратегия такая, в первые недели нашего курса будет много утверждений без доказательств, но с примерами, чтобы вы их усвоили и научились применять на практике, чтобы вы сразу получили методы решения многих задач. Вот, значит, результаты я постараюсь аккуратно сформулировать, проиллюстрировать примерами, это позволит вам решать конкретные задачи, а доказательства этих общих теорем потом появятся. И еще, также будут конспекты, в которых доказательства написаны, так что не беспокойтесь, доказательства будет, а пока без доказательств. Итак, пиоген. Пусть у нас А матрица размера n на n тогда определитель определитель матрицы матрицы линеен по каждой строке и каждому столбцу. матрица матрицы 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 Это краткая формулировка, а сейчас решу, что же это значит. Замечание, поясняющее теоретку. Пусть у нас К, это мы хотим изучать, мы хотим написать подробно, что такое линейность определителя по К-той строке. Для этого мы выберем число К от 1 до Н. Итак, определитель линеен по К-той строке. Это значит, что же это значит. Мы сделаем следующее. В матрице А мы в К-той строке пишем произвольный вектор из РН. Нет, давайте ведь не так. Давайте мы для любого К с волной не равного К, для любого К с волной. Хотя нет, вот давайте К с крышкой будет. Для любого К с крышкой. Это значит, будет номер строки не равный К. У нас число К у нас фиксировано. Теперь мы выбираем любое К с крышкой, такое, что К с крышкой не равно К. И выберем Н чисел и запишем их в эту строку. В эту строку с номером К с крышкой. Выбрали, записали и зафиксировали. Мы их выбрали и все, они фиксированы. И это мы сделали для каждого К с крышкой не равного К. Таким образом, в матрице у нас заполнили, мы заполнили матрицу почти полностью, только одна строка пустая осталась. Осталась пустая строка номер К. В ней ищем вектор. У ищем вектор. У ищем вектор. Получаем отображение. Вычисляем отображение из ДРН куда? Мы пишем вектор и вычисляем определитель. Учисляем отображение. Учисляем отображение. Обозначим его F. ФК. У нас К с крышкой. ФК от ФУ. Равно. Значит, ФК у нас значит круг. ФК, да, ФК из РН, В. ФК, АУ. У равно определительную полученную матрицу. Учисляем отображение ФК. так вот, ФК. Обозначение ФК линейно. . . . Оказывается, это такое свойство предъявителя. Давайте я... Свойство важное, я еще раз повторю, что мы делаем. Теорема, общая теорема говорит, что определитель матрицы линейен по каждой строке и по каждому столбцу. И в замечании я пишу подробно, что значит линейность по катой строке. Что я делаю? Я вначале выбираю число k от 1 до n и буду изучать линейность по катой строке. Дальше что я делаю? Я выбрал и зафиксировал число k. Дальше для любого k с крышкой, не равного k, в строку номер k с крышкой я пишу какие-то фиксированные числа. Как я вот здесь делал. Видите, здесь k равно 1, а k с крышкой равно 2. Вот в эту строку я написал фиксированные числа. А в катую строку я пишу произвольный вектор u. Во всех строках кроме катой стоят фиксированные числа, а вот в катой строке стоит произвольный вектор u. И у нас получается отображение из rnv, оно вектор u, применяя отображение к вектору u, мы берем просто, мы вычисляем определитель полученной матрицы. И оказывается, что это отображение линейно. Вот значит я написал подробно, что такое линейность определителя по катой строке. Это значит по катой строке, а теорема говорит, что линейность определителя не по любой строке и любому столбцу. То есть аналогично можно написать линейность по катому столбцу. А как вы представите линейность отображения? Ну, это геометрически будет на геометрии. Ну, смотрите, наш самый первый пример умножение из rv умножение на 7. Что оно делается? Оно растягивает в 7 раз. Вот примерно так. Некое растяжение делается. Но, с другой стороны, бывает еще, допустим, вот такой пример. Смотрите, значит, у нас f, такой вот пример характерный из r2 vr. И, значит, оно f, примененное к вектору u1 u2, есть просто u1. Вот такой вот. Что это значит геометрически? Смотрите, мы берем систему координат. Мы рисуем 0 и оси координат обозначим u1 u2. И вот вектор у нас u. Вектор u равный u1 u2. Да? Что делает наше отображение? Мы его просто... Оно проецирует его на ось координат. А можно было сказать, что так же f от u1 u2 равно u2? Можно. Это другое будет измененное отображение. То есть смотрите, в проекции вектора u на первую ось координат есть линейное отображение. А, то есть это вот u1 точка, это есть линейное отображение. Например, линейное отображение. Можно было бы... Смотрите, можно... Это я просто проекции написал. Можно написать здесь 3 u1. Что тогда делается? Мы проецируем вначале, а потом растягиваем в три раза. Тоже линейное. То есть видите, свобода с линейных отображений очень много. Большую свободу там имеется. Вот. Вот. Итак, написали мы замечательный факт, что приятель линейен по каждой строке каждому столбцу. Это активно используется во многих задачах, в том числе в геометрии. А сейчас некоторую теорему про линейное отображение вообще напишем. Общий факт важный о линейных отображениях. И его докажем. Быстрый. Ну и линейный. Наверное, мы не будем... Давайте мы другое сделаем. Нет, давайте все-таки сделаем. Теорема. Это называется Теорема 1. Сейчас важная Теорема 1. Сейчас будет тоже специально важная Теорема 2. Теорема 2. Мы здесь рассматриваем любое линейное отображение. Произвольное линейное отображение. Любое линейное отображение. И мы еще выбираем числа Лямбда 1. Лямбда 1. Лямбда 1. Лямбда 1. Лямбда 1. Лямбда 1. Допустим. Вещественные числа. И тогда... Мы фиксируем, нам дано отображение и нам даны вот эти числа, тогда для любых векторов, для любых векторов W1, W2, W, K, S, S, R, N, справедливо такое свойство, применяя F к сумме линейной комбинации, мы получаем вот такую линейку, что мы находимся красивей на Cool Manhunt, но два дня все время konnte под perdmaan голову можно убрать руки, но и с помощьюession плана уже сопротивляют правосып excel, насел either хруст Scottish, этоstra Ancient Хруст University, детскую Лондон, Вот. Замечательное свойство. Давайте начало доказательства я по пару минут скажу и закончу. Это верно для любого S. У нас любое отображение линейное, любое число S натуральное и любые числа. Нам дано отображение F, мы выбираем любое натуральное число S и любые числа. Давайте рассмотрим в начале случай S равно 1. Это значит, что это свойство напишем, когда S равно 1. Значит, лямбда 1 W1 равно лямбда 1 F от W1. Итак, наше свойство пресса. Согласны? Почему это верно? Ну, по-прежнему. Это значит, вот это, это верно по свойству вот этому. Насколько отображение линейное, мы имеем вот это свойство, а здесь просто другие обозначения для числа и вектора, свойство верно. Более, дальше, следующий интересный, более, гораздо более интересный лучей S равно 2. Мы его сделаем и закончим. S равно 2, значит, мы применяем... Нужно доказать, что вот такое верно. Лямбда 1 W1 плюс лямбда 2 W2 равно вот такой сумме. Вот, то, что здесь написано для произвольного S, я написал подробно для случая S равно 2. Так? Нужно, это нужно доказать. Давайте быстренько докажем и закричим. Значит, смотрите, что я делаю. Я вот это обозначу как U. Это у нас будет U, а это U с волной. Так? Можно так сделать? Да. Тогда по свойству первому вся вот эта штука чему равна? Это, значит, по свойству первому получится F от U плюс F от U с волной. Так? А, значит, теперь мы помним, что такое U и U с волной. Пишем, что это есть F от лямбда 1 W1 плюс F от лямбда 2 W2. Так? Да. А теперь, вот, а теперь используемся вторым свойством и пишем, что вот это здесь. Второе свойство говорит, что если у нас F применяется к вектору лямбда U, можно лямбда вынести вперед. Значит, здесь выносим число лямбда 1 вперед, получаем лямбда 1 F от W1, а здесь выносим лямбда 2 вперед и получаем F от W2. Лямбда 2 множить на W2. Так? Получилось, значит, вот мы доходим. Так, мы здесь воспользуемся первым свойством, получили такую штуку, расписали, воспользуемся вторым поэтом, получили точную штуку. Для произвольного разума не так же? Ну, для произвольного разума не так же? Значит, это... Итак, мы сделали случай S равно 2. Искать два слова. Что же делать для произвольного S? Для любого S доказательство индукции по S. Доказательство методов математической индукции по S. Для тех, кто знает, что такое индукция, это полезное упражнение. А для остальных и вообще для всех я пришлю в конспекте такое документство. Так что, теоретом и сделаем. Продолжение следует... С Tudo phase 1. Спасибо.